Да, Blizzard наконец-то выкатили обновление для нереально популярного сейчас режима игры «Поля сражений», которое, по словам многих, дало нашей ККИ «Второе дыхание». И это дополнение не просто добавило пару новых героев, багфиксов и изменений в балансе, а добавило целую новую фракцию, как вы уже, естественно, поняли, фракцию драконов. И если вы хотите как можно быстрее окунуться в обновление и пройти эдакий курс молодого бойца перед тем, как врываться на поля и разить врагов на крыльях ярости, это видео для вас. Если ролик вам понравится и окажется полезным, буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал. А с микрофоном, как всегда, плагиаты, и мы начинаем. И начнем мы с самого сочного. Новые герои. Рено Джексона и его нереально мощные, в правильных руках, конечно же, скилл, нас ждет богатство. Позволит вам один раз за игру сделать ваше выбранное существо золотым. Да-да, ты все правильно понял, теперь не нужно изнурительно искать триплет Брана, чтобы бафать все с нереальной скоростью. Или триплет Заклинаселя Гнева, если вы хотели бы раскачать этого рокового гнома до нереальных статов уже на первых этапах игры. Вслед за вино летит Галакрон, хорошо знакомый вам из последнего приключения. Или же вашей пригоревшей пятой точки, если вы застали именно эту версию карты в рейтинговой игре до нерфов шамана. С выбором именно шаманского скина Галакрон, так слову, соглашусь, самый красивый. Его способностью в БГ будет замена существа в таверне Боба существом из таверны уровнем выше. По сути, если я правильно понял, это как обилка Токи, но она не требует полного рерола предложенных существ. Высосан ли это из пальца и мог бы такой величественный дракон, как Галакрон, получить обилку по эффект? Нет, я думаю, что да, но что есть, то есть. Слово об эффектности. Как же без Смертокрыла? А его обилка точно станет сюрпризом. Нет, он не уничтожает стол по своему желанию. За него это делают существа. Все существа. Пассивная сила героя, все существа получают плюс 3 к атаке. Да, опытные игроки уже наверняка заметили отличную синергию с токен-генерирующими существами. Особенно кресиная стая. Эту идею можно неплохо развить, однако из опыта игры с саммита могу сказать, что нередко Смертокрыл больше страдал от своей обилки, чем получал преимущество. Однако уверен, что в умелых руках он сможет тебе показать. Герой номер 4. Самый драконий обилка из всех. Алекстраза. Пассивная сила героя. Королева драконов. После того, как вы улучшаете таверну до 5-й звезды, вы раскапываете двух драконов. Да, прям двух драконов. От самых мелких до легендарных. Честно, не помню, можно ли раскопать драконов 6-й звезды, но уверен, за пару каток на ней вы точно все выясните. Отчасти данная обилка заранее ставит вас в ситуацию, в которой вы каждый раз, играя на Алекстраде, будете обязаны играть именно на драконах. Как условно, Мелефисент Моношторм предрасположена к механизмам или Джараксус к демонам. Пятый новый герой дракон это Изера. Еще один герой, который с удовольствием поможет вам своей обилкой, если вы захотите собираться на драконах. Портал Сон. За одну монетку вы обновляете выбор существ и докидываете туда одного дракона. Обилка, конечно, не такая необычная, как у Рено или Смертокрыла, но что надо, сделает. Поинтереснее прикол происходит у Маллигаса. Этот легендарный голубой дракон, который любит кричать про магию, за бесплатно заменит ненужное вам существо из таверны на другое, того же уровня. На саммите я больше всего наиграл именно на Маллигасе и могу сказать, что эта способность очень удобна. И с легкостью поможет подстроить таверну под себя. Со щепотка рандома, конечно же. И последний герой, который появился с обновлением, это Ноздорму. Ребята из Близзард решили воплотить его способность управляться со временем вот таким образом. Нет, вы и ваши оппоненты не будут иметь всего 15 секунд на ход. Все куда проще. Пассивка. Ваше первое обновление таверны на каждом ходу стоит 0 монет. По большому счету Ноздорму в каждой игре будет, грубо говоря, получать на один ролл больше, нежели другие герои. Насколько это имбово, я с высоты, а скорее сказать, не за ты своего рейтинга не могу. Но в случае с Ноздорму время покажет. Поняли, типа нам время, аспект времени. Что ж, с героями покончено. И нет, тирлист я делать не собираюсь. Я не хочу, в подборку стримеры и ютуберы были неправы. Давайте лучше по-быстренькому взглянем на 18 новых карт. От мурлоков, демонов, мехов и нейтралов до драконов. И, наконец, ринемся в бой. Согласны, узнали? Тогда поехали. И начнем мы, как и любая катка в БГ, с первой таверны. Для нее в игру добавили два существа. Оба дракона. Драконец-солдаты и красный дракончик. И если первый в золотой вариации всего лишь увеличивает свои статы, то второй наносит урон двоим существам по одной единице урона за каждого дракона у вас в строю. Хороший метод сбить надоедливые божественные щиты или даже снести важных существ противника. Вторая таверна. Она принесла с собой эдакую гидру поли сражений в лице рунного стража. Его золотая версия утраивает атаку. Еще один дракон второй таверны под названием «Распорядитель времени» может стать для вас неплохим бафом. Для вообще всех существ при продаже, что в каком-то плане немного обесценивает обилку Синдрагосы. Однако сам по себе эффект является уникальным. Золотая версия дает не плюс один, плюс один, а плюс два, плюс два. Еще один уже знакомый алдам, заставшим в днинок с рамоса прекрасный мужчина из второй таверны, это нестабильный вурдалак. И он настолько крут, что его обилку даже не стали менять. С первого взгляда он выглядит немного всрато. Однако против божественных щитов он будет работать похлеще обилки Нефариона. Не говоря уже про зачистку токенов. И последнее существо второй таверны, которое было добавлено с обновлением, это восковсадник Вихлепых. Наделенный легендарный рамочкой любитель свечек получает плюс два, плюс два за каждое убийство вражеского существа вашим драконом. А если вы умудрились собрать золотую версию трогателя свечек, он будет получать по плюс четыре, плюс четыре. Что при правильной расстановке на поле боя сможет сделать из него машину, похлеще хламобота и естественно мощнее гиены. Переходим к третьей таверне. В ней появились два дракона. Бронзовый страж, который с первого взгляда не впечатляет, но очень хорош для синергии с Болваром, если его кто-нибудь кроме Тириона покупает. И с еще одним новым драконом четвертой таверны. Вы поймете далее. Его золотая версия просто увеличивает статы. А также был добавлен Оголодавший дракон с еще одной новой механикой, которая прокачивает его статы за каждую победу. И таким образом будет награждать вас за винстрик, начиная с плюс два, плюс два в обычной версии и заканчивая плюс четыре, плюс четыре в золотой. Четвертая таверна и сразу три новых дракона. Первый это Кобальтовый Губитель, который так же как и Вудалаг суперкрут и остался со своим эффектом из оригинальной игры. Его триплет дает плюс шесть к атаке. Вторая карта это Предвестник Пламени. И она не просто вторая, а вторая карта в БГ со сверхуроном. При активации сверхурона она наносит три единицы урона к крайнему левому существу противника. Однако золотая версия Предвестника Пламени бахает сверхуроном, пока он работает. То есть если на столе не окажется ни одного существа, способного выдержать атаку Предвестника Пламени без сверхурона или уничтожить его в ответ, Предвестник будет чистить Пламенем почти как Рагнарос. И последняя карта четвертой таверны это Драконит Каратель. После того, как ваше существо теряет бабл, получает плюс два, плюс два. Золотая версия получает плюс четыре, плюс четыре. И вот как раз таки вам и синергия с новым Бронзовым Стражем из второй таверны. Пятая таверна и еще три новых дракона. Сумнечный эмиссар с провокацией, который бафает вашего дракона на плюс три, плюс три или плюс шесть, плюс шесть в триплете. Он наверняка станет лучшим другом ваших слабеньких драконов в пятой таверне. Мега мощный Бритва Смерт, спустившийся прямиком с черной горы, чтобы забафаться на плюс один, плюс один или плюс два, плюс два с ваших драконов и себя самого. И затем надавать по щам всем противникам. И Дарнозму, который пытается в косплеера Фама, но на мой взгляд, рискну предположить, увидит лишь крайне ситуационную игру, если его вообще кто-нибудь купит. Триплет вроде как дает два существа вместо одного. При мне его золотую версию никто не собирал. И наконец шестой тир с обновлением привнес в БГ аж четыре карты. Однако и без потерь не обошлось. Одним из исправлений баланса стал перенос с Нида в пятую таверну, что собственно и к лучшему. К слову, весь список исправлений в данном ролике мы разбирать не будем. Вы сможете прочесть их на официальном сайте и в отдельном посте в моей группе ВКонтакте. Итак, первое существо шестой таверны это новый демон, Мамаша Бесов. Когда это существо получает урон, призывает случайного демона и он получает провокацию. Золотая версия Мамаши, по идее, должна спаунить два демона. Говорю по идее, так как ее золотую версию при мне тоже никто не собирал. Вторая карта шестой таверны это лучшая подружка дракона, Надина Красная. Своим хрипом она дает всем вашим драконам божественный щит. Ее апнутая версия эффект не меняет, а лишь усиливает статы, что отчасти делает ее еще лучше. Ведь для полного эффекта карту апать не нужно. Третья карта это Колесгас. После того, как вы разыгрываете карту с боевым кличем, все ваши драконы на столе получают плюс один, плюс один. Что при правильной реализации им поможет неплохо так забафать весь ваш стол. Золотая версия дает плюс два, плюс два. И последняя карта это Рыбосвет. Довольно слабый наизгад Мурлок, которого возможно закинули в шестую таверну по приколу, чтобы при розыгрыше триплета на пятой таверне вам жизнь малиной не оказалась. Ну а на этом все нововведения, о которых я очень хотел вам рассказать в обновлении с драконами для полей сражений заканчиваются. Как я и сказал чуть ранее, всю информацию вы найдете на официальном сайте и в моем паблике в ВК. Так что переходите по ссылке и узнайте, каких героев и существ убрали из игры. Если видео вам понравилось и оказалось полезным, буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал. А за микрофоном был как всегда плагиат. Увидимся на полях сражений через час и в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok